В общем-то, в той компании, в которой я работаю, мы просто перешли на аутсорсинг. У нас небольшая компания, мы строим 5 коттеджей в месяц, это в пределе. Нам не за что содержать штатного маркетолога, тем более такую развернутую структуру. К счастью, в холдинге есть департамент маркетинга, и мы там размещаем заказы. Мы стараемся при необходимости, причем все имеют равные права, я такие же права, как и начальник сбыта или начальник производства. Если совпадает время и интересы, можно упаковать в одно исследование, мы проводим одно исследование. Если же продажи испытывают остальную необходимость моментального получения информации, допустим, о состоянии рынка, о ценах на рынке, о динамике цен или о объемах продаж, то не просто самостоятельно напрямую разрешают заказ. Результатом является то, что вообще не перестали употребляться всякие глупости типа Яблума. Мы говорим на языке цифр, маркетинговое исследование показывает. А если продажи не подумали о том, чтобы подготовиться к маркетингу, к маркетинговому исследованию, подкрепить свое мнение, то пусть они пойдут и подготовят такое исследование. С другой стороны, департамент маркетингового холдинга, в общем-то, реально испытывает удовлетворенность, потому что они получают реальные деньги за свои реальные действия. Они производят то, что нужно, они видят, к чему это приводит и получают за это деньги. В общем-то, проблемы, названные вначале, решены. То есть, маркетинг должен существовать в каждом разделении, а клиент становится во левом углу наших детей. Ну и небольшая провокация. Я вряд ли смогу ответить на вопросы, но хочу вам предложить такое короткое видение. Вы, наверное, пока не знаете ни одной компании, в которой существует департамент менеджмента. Нет. Точно так же, департамент маркетинга, отдел маркетинга, мне кажется, в общем-то, ненужные компании. Маркетинг – это технология, которой должен владеть любой руководитель, любой менеджер. Он должен знать, как это делается. А заказывать исследования снаружи на аутсорсинге, заказывать рекламу на аутсорсинге или людям, которые умеют делать рекламу. Но маркетинг, как институт, в общем-то, по-моему, не существует. Не имеет права на существование внутри компании. Спасибо вам за внимание. Выступ приговор всем маркетологам, которые пришли сюда. Второй вопрос. По вашей концепции, что делать в мелких зрениях, в цепях, в которых нет возможности в каждом разделении держать маркетолога? Я объясню. А второй вопрос. То, что кто-то должен давать задания на аутсорсинге. Так вот, кто по-вашему дает задания на аутсорсинге на аутсорсинге на аутсорсинге на аутсорсинге? Это один вопрос. И второй вопрос. Не считаете ли вы, что, скажем, место маркетинга может быть, имеется в виду, смотреть вместе с генеральным директором? Не под ним, не найм, не возле собственника, а как функция, одна из функций генерального директора. Вот здесь. Только здесь. И нигде больше. Именно поэтому я говорил о менеджменте и маркетинге. Генеральный директор владеет технологиями менеджмента, управления внутренней средой. Столь же он должен владеть технологиями маркетинга, как инструментами управления внешней средой. То есть, другими словами, генеральный директор должен быть главным маркетологом? Да. Неизбежно. По-другому, компания не имеет шансов на выживание на рынке. Относительно постановки задач, тот, кому нужно, тот и должен ставить задачу. Продажам нужно знать, сколько они смогут продать, пусть они ставят задачу на аутсорсинге. Если же они своевременно не позаботятся об этом, они получат от генерального директора валентаристически поставленные планы. Я хотел бы еще ответить на питание жанра, что нужен повод, питание, на справа, для промысловок и приемств. И я просто, скажем так, мы працюем с компанией Титрапак. Я не думаю, что я открою корпоративную какую-то тайну. Для промыслового предприятия данного уровня, оборот в них в уровне кладет больше миллиарда в год, то в них исходит посада, називається BI Manager. Бизнес-интеллигенс менеджер – это посада человека, который координует все потоки информации с точки зрения заплаты внутренней организационной структуры. То есть она координует заплаты от производства, от логистики, заплаты маркетинговые я имею в виду заплаты, от отдела службы рекламы, которая также потребует, например, умов на аэксорсинге исследований. Аккумулюет через себя, заводит их форму, в каком виде, в каких виде таблиц, в виде графиков, должен получать информацию. Таким образом, чтобы, когда эта информация прошла в отделе производства, он был реальным инструментом рабочим, чтобы не было 100 сторон, чтобы она зайшла в тундочку. Был один листок. Раз, два, три, четыре. Директор из производства поделился. Ага, мы закупаем на 20% больше там сировани. Теперь я еще хочу сказать, что в промисловых предприятиях, я хочу, чтобы они шлище, потому что сейчас у нас будет кофе-брейк, и все смогут с усима поговорить. Просто момент, когда компания, например, шведская компрессорная компания, называется Atlas Copco. В них, в принципе, в отделе маркетинга нет, они не посадовниками цієї системы. В них отдел продаж и отдел маркетинга получен в виду продакт-менеджера. Когда, фактически, особа, которая курует направленность, она курует в себе работу с внутренним маркетингом по своему направлению, с внутренним маркетингом, с логистикой. Ну, я имею в виду продакт-менеджера по направлению. И, фактически, таким чином вырешивается организационная проблема с логистикой маркетингом. Поэтому, маркетологи Мелли Крайдас, дякую еще раз, это очень классно. Продолжение следует...